итак у нас в гостях гениальный великий на и популярнейший в интернете россии или русскоязычном интернете любимец миллиардов художник певец поэт вася ложкин вася ложкин он же алексей куделиным да скажи пожалуйста а ты легче реагируешь на алексей или на вас ну что значит легче ну вот идешь ты по улице и вдруг сзади лёша или там вася ты на какое имя быстрее вася на вася на вася потому что лёша но где я иду по улице если это просто честно гост конечно меня на лёшу откликнуть если я иду в москве то на вас потому что ну как бы я живу где в городе в маленьком там я все знают как лишь кстати я очень хотел попросить тебя рассказать о городе солнечногорск расскажу вам чего от чего же извольте город солнечногорск это такой небольшой город в московской области основан он 1938 году это новый город маленький сейчас это не город а городское поселение после всяких там муниципальных реформ это стало городским поселением но это было видимо связано с тем чтобы с каким там законодательством но грубо говоря в городе нельзя строить химзавод а в городском поселении химзавод строить можно вот у нас там сейчас два химзаводика вообще их там побольше но еще строится вот маленький промышленный город но промышлен был в советское время когда были заводы сейчас в общем то такой небольшой городок промышленности нет но есть заводника какая-то в городе есть есть люди к людям где работать в основном работе есть москву потому что москву рядом но как рядом полтора часа на электричке ты в москве те кто молодые едут и работать москву слышно горские работают но это какой-то либо мелкий бизнес там тип установка металлических дверей там такое вот ну и небольшие предприятия там но таких вот заводов градообразующих там сейчас уже нет но вера есть один завод последний остался который выжил все остальные все остальные заводы которые были они свои площади там просто маленькие какие-то здесь делают что-то там какие-то не знаю там автосервис какой там еще что-то продажи каких-то в основном у нас строят торговый центр в общем это мало чем отличается от украины наверное скорее даже от киева скажи пожалуйста вот я например родился в советском союзе в те времена когда собирались на кухнях по любому торжеству пели песни причем эти песни в основном были там утверждают космонавты и мечтатели что на марсе будут яблони цвести дети какие-то ходили счастливые у родителей на загривках ездили до глядя вот на твои картинки улыбки я просто обратил внимание редко встречаются улыбки милые в основном это оскалы такие звериный оскал идиотизма а вот оно что я хотел узнать тебя вот я вижу ты улыбаешься я хотел спросить улыбаешься ли ты вижу что улыбаешься а что тебя радует ой но у меня очень много чего радует я же просто человек то в общем-то видя радует например ну скажем радует отсутствие плохих новостей в первую очередь вот радует творческие успехи какие-нибудь радует ребенок меня мой радует вообще очень сильно всегда ну как-то вот так вот ничего такого особенно скажи ты политизирован нет 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 ну как сказать я конечно как гражданин имею свою какую-то гражданскую позицию но если говорить о творчестве то я свое творчество в никак не связывай с политикой ты ну и вообще мало интересует политика честно че ты патриот да ну причем без без всякого иронии потому что я когда бываю за границей ну вот скажем в киеве я себя чувствую как дома но здесь все-таки ну такая славянская среда и в киев это все-таки мать городов русских так и так далее то есть здесь я могу говорить на русском языке вот это я я вас другого языка не знание как а ты скажи патриот в армии служил нет тогда вот ты на мой взгляд ты своим творчеством с чем-то борешься борешься ну как у нас ну не принято со жлобством хана но это скорее 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 отчасти то есть раньше да сейчас нет я просто не знакомы вот прям с 7 минутный минутный у меня в основном больше скорее меня унесло совсем вот в дебри какой-то психоделики снова ну снова да то есть это какой-то вот путешествие по параллельному миром там папа по больным подсознанием вот ну вот скажи не возникало ли у тебя ощущение что вот тем своим творчеством которое уже вроде как бы закончилась ты дополнял эту картину ужасов вот этой нашего всеобщего очистительного сооружения то есть не вызывал ли я демонов нижнего острова ну может быть может быть но неосознанно скорее просто виделись чем дело то есть ну скажем рисуешь какой-нибудь алкоголика до состоянии белой горячки в данном случае стиль уточню кто автор в состоянии или алкоголик алкоголик в состоянии белой горячки да вот просто но на мой взгляд этот момент живописием то сам по себе как бы фотогенично если угодно но не более того то есть это не значит что я воспеваю это просто вот конкурент ну вот хорошо другой пример замечательный писатель был виндиктий ирофеев удивились там произведения дневники его которые называются записки психопат вот такой набор каких-то мыслей и так далее но рассказывающие о каких-то вот ужасов бытия да но это не значит что он был как бы хотел весь мир в это превратить просто ну вот он описывает эту часть также я то есть это же не призыв к чему-либо там или нет нет но это множение 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 возникает уже не только в жизни но и в произведениях искусства но наверное да но все-таки не знаю но это весело ну как бы сказать вот такой гротеск какой-то то есть какой-то сумасшествие в творчестве должно присутствовать цитата из фильма трудности перевода сарказм уродливый братец гнева ты гневаешься и часто потому что сарказма достаточно вот я интервью твой не часто гневаюсь я но бывает что я разозлюсь но я стараюсь вот но он просто вот пример когда тебе кто-нибудь написал что не такой гадость первое желание в ответ чуть такой сказать но я напишу сотру напишу сотрудника раз потом успокоюсь и спокойным тоном человек отвечу вроде все уладил прекрасный психоанализ сама тренинг это это очень хорошо но это это важно потому что если мы начинаем ругаться и один начинает орать и второй на него же и ну это нельзя это уладить это все криком на добро тут те православные которые часто встречаются в твоих произведениях говаривают что ссора двух людей если на нее посмотреть то выглядит приблизительно так без запрыгивать на 1 и перепрыгивает на другого из него перепрыгивает на 1 и вот таким образом люди ссорятся до с просто прыгает да как их как поживает кактус на подоконнике меня волнует жив здоров ну практически отцвел не такой маленький цветочек у него снова цветок появилось нет у него он расцвел в этом году за долгие годы он у меня отцвел в 2005 году один раз потом не цвел тут просто из история которую необходимо рассказать у вас есть кактус который он поселил на своем подоконнике и плохо относился к кактусу забил забыла ним кактус стал чахнуть умирать и тогда вася я стала уплевать привил их муху любовь к американскому продукту да да и портвейну и портвейну португальско американскому проду до поливал его кубов и новой портвейном зеленым чаем пивом всяким в общем он зацвел это но в данном случае он зацвел совсем по другой причине потому что я о нем совсем забыл и вот дабы привлечь какой-то к тебе внимание распустил цветочек знаешь еще вот интересно ну и готовясь к сегодняшнему интервью я посмотрел различные интервью с тобой в одном из них ты сказал когда тебе попросили написать что-нибудь на камеру ты сказал что творчество это интимно и если снимать интимное это дождается порно зато в другой программе ты вдруг нарисовал зайчика и еще в одном интервью ты говоришь я никогда не подписываю своих работ а в этом интервью ты нарисовал зайчика и подписал власть а мы попросили ночью мне мне я хотел узнаешь не переломлюсь если я нарисую зайчик но это был может разве был зайчик это был вот какая тут фигня как бы добрый человек ты умеешь отказывать но и как вам сказать то вообще надо уметь отказывать стараясь но не всегда получается ну да говорят если у вас не вы не можете сказать нет то ваша да ничего не значит ну я как не настолько но но было нет но сейчас конечно легче сейчас легче стало вот тут есть ряд вопросов которые подготовили тебе почитатели твоего там почитатели всех твоих талантов все все что мы знали о васе ложкине это его жутковатые картинки зайцы котики бабушки кстати там есть и медведи и лошади и коровы не только зайцы котики бабушки потом начали читать его записи в жиже а затем выяснилось что он еще и поет так чем же живет вася ложкин и как зарабатывает на пропитание но чем я живу это сейчас в большей степени это живопись конечно рисование картинок нет попросили не называть себя художником чтобы не оскорблять прекрасная профессия художника своей мазню и как бы да я называю себя рисователем картин создателем изображений да вот но вот это меня сейчас захватывает большей степени я этим же вот животнописцев животнописца да ты живет на письме зарабатывать не то чтобы зарабатывать смысле живу вообще вот целиком пол ну а музыка это вот такой хобби от детских страхах вопрос картинки напоминают иллюстрации к детским страшилкам любил ли ты в детстве страшные сказки и когда начал рисовать но он смотрите рисовать я начал скажем так фрагментарно вот в 2000 в девяносто там 5 6 помогут я вот сейчас не помню но какую-то серию картин создал скажем так из дизайнерских соображений потому что у меня когда я был там школьником у меня на стене висели портреты разных рок-звезд типа кинчевого там или какого-нибудь такого да я-то думал doors нет ты попозже родил раз попу потом был до кстати продавца расскажу историю так вот значит веселки я алисоманом был вот очень было много кинчевая потом я все поснимал на вроде как бы перерос немножко и стенам не показались голыми надо было как-то их украсить но жили мы бедно и как-то это и в маленькой комнатке но чё там украсишь да я вот нарезал бумаги нарисовал всяких разных картин таких ну дабы типа придет ко мне кто-нибудь в гости там я не смогу его допустим девушку я приведу к себе я же не смогу и удивить там каким-нибудь богатым убранством квартира а тут как бы типа вот не такой необычный человек да у вас картинами вот ну и так ребят приходили посмеемся так это вот такой был момент потом перестал потом уже в двухтысячном году нарисовал штук 10 картин все по раздавил 1 остался на там с тех времен и потом уже только в 2007 году художник музыкант художника хорошо художе да все-таки художник для для меня например никакого оскорбления в твоей деятельности художникам простоты назовем от художником но как бы все прекрасно будем подразумевать таскать под этим словом художник музыкант блогер сообщает нам интернет а какой из этих занятий вы бы выбрали если бы вдруг стала необходимость выбор из этого всего художника рисовать не умею слуха нет это цитаты из высказываний алексея вася при этом более 10000 подписчиков блога картинки и растаскивают на аватарки и иллюстрации вопрос вопрос за что тебя любят ну как за что но я думаю что мои картинки но веселые красивые в какой-то смысле но может быть не очень так хорошо говорит ну как я вверх вертелась все ребят жизнерадостные потом по ним вспоминают нет вроде не жизнерадостные бабушка с топором да ну а люди то тоже на жизнерадостные вот например был от меня случился тяга к прекрасному у людей просыпается осенью и весной как правило даже не осенние да 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 из вот я помню состоял значит зашел художный салон где краски там покупая кисточки девушка который там продается владелец верно этого всего будет начата принеси сюда чего-нибудь там кик готов своих повесим будем продавать ты знаешь меня ничего нету сейчас потому что это осень движуха и тут такой звонок по телефону женщина как звонит мы не молодая и говорит вот у вас была картина где хоккеисты значит с выбитыми зубами с сокровольной бензопилой дружба очень надо очень надо я вот ну понимаю да вот надо но таких людей много да ну вообще мне удивительно если честно я так как когда вот начался это делать я думаю это будет вот ну для для таких как я для своих там ну каких-то вот и ровесников даже когда люди там 70 лет и 13 лет да и разные там вообще разные социальные какие-то статус у них им нравится вот это все для меня теперь по первое время как лучше да раньше я просто вспоминаю эти девятый вал грачи прилетели мишки на севере все такое благостное все такое целомудренное буквально и на это был спрос сегодня все вот такое и на это спрос ну нет 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 потому что ну-ка и сейчас нет вот спроса на что-то конкретно там спрос на вас ложка нельзя так сказать просто я конкретную занимаю нишу то есть я делаю это если человеку надо пейзаж он идет к другому художнику пейзаж если ему надо портрет он идет к третьему художнику провокативные картинки которые можно вполне себе трактовать как оскорбление чувств вер верующих при этом статья полной любви и обожания на лук мор а это ресурс этот ресурс редко кого жалует в своем же же удаляет любые посты грозящие в нас ранее туда вы не конфликтный человек вопрос к вася но вася уже ответил на него ну я да я удаляю посты когда начинается срач это действительно так я не люблю это все в общем то но причем он бывает на простом месте что касаемо оскорбление чувств вершина я туда вообще стараюсь не лезть в этот в эту тему как бы она она модная а я не модный то есть сейчас все кому не лень этим занимая чем уже как раз вася ложкин модный я не против чтобы ты стал классиком и я допомнили в венах но пока ты настоящий модный сейчас модная тема политика страшно модная вообще и ну какая сексуализм сексуализм я да я часто юмористы шутят у них гомосексуализм политика и и все но религии борьба с религии скажем так вот антиклирикализм там так далее но но не знаю ну как-то это слишком просто все кому не лените нанимаются судя тоже по одному из своих интервью ты знаком с ником рок-н-роллом ну да но сша точно я думал вы с ним часто встречаете хотел передать ему привет потому что давно в киеве не бывало ни коробку был просто мероприятие у него была презентация альбома а у меня была выставка в один день в одном месте то есть как вот такой совместное мероприятие было но как-то так ну мы знаем от друга да ну вот мы встретились там обнялись пожаре долгого руки в смесь сфотографировать если увидишь его в москве передай ему привет от толика викс клярт я думаю ты не запомнишь и не выговоришь ну а коллика с телевидения как толик викс клярский викс клярский выговорил викс клярский слушай у меня к тебе вот еще есть подарок значит видишь у меня 2 этот значок сделала киевский художник ее зовут таня черна это небо небо киева реальное небо киева это тебе в подарок от горожан которые тебя кажется очень меня как раз сегодня синий пинджак я на синий пинджак прицеплю но такой не синий но будет смотреть хорошо вот собственно кажется все вопросы которые я хотел тебе задать да ты был готов ты был готов побольше сегодня просто я общался с многими людьми но я меда этими журналистами да и было вообще это шквал поэтому я думаю это такая разминка кстати хочу тебе хочу тебе рассказать одну историю не кейф во время одного из интервью бросил в журналиста папье-маше тяжелым папье-маше это за плохой вопрос все просто как информации нет ничего бросаться не буду я хотел продавца сказать значит у нас в городе есть такой чувак его зовут миша вот когда-то он был барабанщиком музыкантом барабанил в какой-то треш метал дэд банди с длинными волосами играл какой-то там дэд металл и был у нее прозвище то ли зверь то ли змей ну в общем вот это все однажды на яских таблеток и сидячий дома у меня дома на стене висел плакат джим с джимом моррисон сидячий дома джим моррисон с плаката ему говорит слушай миша ты знаешь чё фиговый с тебя барабанщик завязок с этим делом играй-ка ты лучше на блок флейте если что оба окраса репетонная база булавка мететь подла молодежи они на представляли но многие музыканты мы вот им том числе и вот приходит этот миша такой вообще глаза в разные стороны с деревянной дудочкой на которую совершенно не умеет играть чё-чё-чё-чё-чё-чё таки бишь и что случилось то но он год джим моррисон вот это с плакат и вот он с тех пор там все так а на блок флейте играет но он с ней все время ходит на ней на игру то он совершенно митый год но очень он умом тронулся его и лечить пытались там и все как бы это но ну если вспомнить что сказал иисус христос по этому поводу он сказал кто скажет брату своему рака что обозначает пустой человек того судить синедрионом а кто скажет брату своему безумный тому гиена огненную так что безумных не бывает пусть лучше он играет он был он живет рядом со мной как бы он метод такой вопросы встречают он такой ты знаешь у меня тут такой сложный философский вопрос не перейти ли мне на темную сторону его миш не надо он бы все-таки на светлые бы конечно на светлый спасибо вася ты ты не просто добрый человек ты спасаешь людей потому что добрым советом можно иногда остановить большое зло но не знаю может быть нет я согласен на том что я кого-то спас но в любом случае от тебя зависело ты бы подтвердил а он бы взял и пошел сразу на темную ставить учить на чудил даже в солнечногорске на темную сторону темную сторону столь солнечной у меня не товарищ из москвы он слышно город называет мексика потому что для него кажется что это вот из каждого угла там на него выскочит какой ну а чего далеко ходить у меня вот вот мужик один он как сказать он такой в тельняшки хуну куда-то пропал с бородой в тельняшке или метёк до кричит нам громко спартак чемпион договор и однажды ко мне приехал мой знакомец в москвы он вот я не поеду тебе бы поехали поехали будет у вас срочногорске постоянно какая-то беда то ему однажды выбили зубы там он приехал на это провожать в армии там суда товарищ еще что там постоянно какие-то неприятности значит все таки его заманил мы такие пошли не через почта пошли через дворы тут из подъезда выбегает от мужик на что в тельняшках вы за бородой с вот с таким вот ножом типа и умеет говорит это у вас а я уж такую на спокойный город будет это у вас спокойный город яму спартак чемпион англа спартак вы расчетом еще в вашем и слов морфлот морфлот чуваки такие вот такил да вот так история так что не знаю к чему это рассказал но тем не менее в общем спасибо еще один еще один мазок над на полотно солнцегорска до солнечногорска до солнечногорска до до свидания дорогие друзья